Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Для начала немножечко по техникам пройдёмся. И я вкратце скажу, что может быть техники есть, но мне не совсем понятно, вы сами их предпочитаете сделать или как. То есть вот предполагается, что вы сами будете делать или так, то ничего не получится, потому что самоанализ и самопомощь имеют очень ограниченный, так сказать, предел возможностей. Да, и соответственно, я думаю, что проблематика, которую вы описываете, она началась, я бы сказал, да, что она началась не вчера и не сегодня. Вот, и я думаю, что эта проблематика, она у вас, как бы, вот когда вы говорите, да, что я себя там не на помойке нашла и так далее, то есть здесь вообще чувствуется, чувствуется некоторая такая, ну я бы сказал, борьба. То есть вот по моим ощущениям, да, это вот как будто бы вы пытаетесь бороться, пытаетесь, ну вот как-то, как будто доказываете, как будто пытаетесь доказать, что вы цены. Вот, и соответственно, когда речь заходит, например, про то, что мужчина, которого вы, допустим, встречаете, вот, вам соответствует, то вы начинаете, как мне кажется, переносить на него свое отношение к, ну, к себе, к себе, к себе. То есть, относиться к нему так, как вы относитесь к себе, к своей цене, да. Вот, и, на мой взгляд, это действительно ваша неуверенность в себе, но, как бы, связана, на мой взгляд, с тем, что вы ставите под сомнение свою значимость, свою важность. Я бы сказал. И, на мой взгляд, это происходило и раньше, вот. Как вот вы говорите, что я привыкла общаться, там, с мужчинами, менее обеспеченными, чем, чем я, да. Это же, по сути, вы говорите о некоем способе себя защитить. Вы говорите о том, что таким образом вы хотели бы себя, что называется, обезопасить. От того, чтобы не оставить под сомнение свою ценность. Вот. А история, вот, на мой, по крайней мере взгляд, история про гламурных девушек, вот, это история про сравнивание себя. То есть, вы сравниваете себя с гламурными девушками, боитесь, что они будут лучше вас по какой-то причине, вот, и, соответственно, уже начинаете переживать. Поэтому я думаю, что плюс-минус, плюс-минус здесь ситуация работает именно так. И это действительно у вас про самооценку, но самооценка тоже в какой-то степени миф, потому что любой человек, так или иначе, в себе сомневается, любой человек, так или иначе, может ставить под сомнение свою ценность, свою важность, свою значимость. Это нормально. Это нормально, нормально это делать, нормальный. Нормально ставить под сомнение, свою ценность и важность. Эээээ... Вопрос в том, что бы принимать свое несовершенство. Вопрос в том, что бы не избегать от него. Вопрос в том, чтобы позволять себе совершать ошибки, позволять себе быть слабой, позволять себе бояться. И принимать и допускать факт того, что, например, ваши отношения с мужчиной, допустим, могут закончиться, ваши отношения с человеком могут завершиться. Но вам, скорее всего, это болезненно, вот, скорее всего. Подобная вот перспектива, потому что вы искали, собственно, идеального мужчину, и вы его нашли, вот. Но здесь ключевой момент в том, что мужчина вам в контексте вашего вопроса, как мне кажется, нужен для того, чтобы подтвердить и подчеркнуть свою ценность. И, соответственно, ваши взаимоотношения, они приобретают несколько такой, ну, несколько более наполненный, с точки зрения, мотивации и смысл. И, конечно, это тяжело, потому что сейчас, вероятно, целиком и полностью, ну, может быть, я утрирую, да, ну, давайте сделаем на это небольшую скидку. Ваше восприятие себя и ощущения вашей ценности может зависеть от того, получится ли у вас построить отношения с этим человеком или нет. Если отношения построить получается, например, то вы ценны, вы важны, вы значны, но если нет, и этого нет. Понимаете? Какая штука? Вот, на мой взгляд, в этом и заключается одна из основных проблематик. Ну, ваших проблематик, одна из основных ваших проблем проблематик. Как мне кажется, повторюсь, то есть, как бы, понятно, что могу я ошибаться, вот, и могу я чего-то не понимать, и, может быть, нюансы, безусловно, могут быть нюансы, вот, мне кажется, что нюансы, ну, должны быть, потому что, история, она у каждого своя, вот, ну, пока что выглядит вот так. Что касается позитивного, вот, как вы сказали, мышления, то здесь ситуация, на мой взгляд, мягко говоря, не однозначная, потому что позитивное мышление, на мой взгляд, это некоторая разновидность аффирмаций. То есть, что такое аффирмация, да? Это самовнушение. Да, действительно, может, ну, действительно, может быть такая история, действительно, может быть такой момент, что вот вы себе, там, что-то внушили, действительно, к этому можете прийти, это самозабывающееся пророчество. Так бывало, да. Ну, и позитивное мышление, в свою очередь, тоже, тоже, как бы представляет собой, ну, в какой-то степени программирование, потому что, потому что игнорируется, причем игнорируется, фактически, ну, фактически, игнорируется сознательно, вот, некоторые вещи, связанные с реальным миром, вот, с реальными, например, чувствами, с реальными, например, эмоциями, с реальными, например, переживаниями, вот, с реальными ощущениями, которые являются частью психологической жизни человека. Поэтому позитивное мышление при своей, вот, какой-то, кажущейся привлекательности, на мой взгляд является, ну, я бы сказал, весьма, весьма важная история, вот, вы пишете про, эм, что, значит, эм, избавиться от этого ужасного чувства, которое портит, да, ну, в смысле, как избавиться, избавиться мощно от этого чувства. Я бы сказал, что, э, стеснительность, э, э, в какой-то степени, э, всегда, про, э, э, стеснительность, э, вот, в какой-то степени, э, всегда про, э, э, сдерживание чего-то, вы, э, ну, себе, например, ба-бам, вот, вот, и, соответственно, э, если, э, вы спрашиваете, в целом вправе, то я бы сказал, что работать нужно не с самой чувствительностью, хотя, сама чувствительность, сама чувствительность тоже важна, э, стеснительность, точнее, стеснительность, сама volts тоже важна. Не только самой стеснительностью, но и, э, эм, теме, что идёт вместе с ней. То есть с теми другими числами, которые там есть. И, наверное, наша задача в том числе заключается в том, чтобы переместить фокус вашего внимания с стыднительности на какие-то другие вещи, какие-то другие элементы, другие моменты. То есть на какие-то другие важные, как мне кажется, аспекты. Например, на злость, например, на страх, например, на что-то еще. Вот. И если вы сможете это сделать, например, я думаю, что графики в стыднительности станут меньше. Вот. Причем хочу обратить внимание, что самого чувства, которое лежит в основе стеснительности вашего, меньше может быть не станет самого чувства. но это, вероятно, будет другое чувство уже. Вероятно. Вероятно, это будет не совсем то чувство, которое вы испытываете сейчас. Вероятно, это будет немного другое чувство. Вероятно, это будет немного другое переживание. Вот. Но тем не менее, тем не менее, как бы вот факт в том, что изменения произойдут, изменения произойдут. Вот. Но именно техники, именно техники, я бы вам не рекомендовал об этом. Вот. Потому, что это история про программирование, на мой взгляд. Вот. А это все-таки, ну, не совсем гуманно. Вот. 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 Можно, конечно. Можно, конечно. Можно, конечно, их использовать. Вот. Ну, на мой взгляд, ничего хорошего вам. Из этого не получается. На мой взгляд, ничего кроме замены одного программирования на другое не происходит. Вот. Вот. Поэтому, а, нужно разбираться. Вот. Нужно, а, сами работать. Я опять же не знаю, хотите вы этого или нет. Ну, давайте, вот, пока предположим, что хотел бы, вот, к себе разобраться. Соответственно, а, с этого стоит начать, с вашего восприятия себя и вашего отношения к материальному, там, обеспечению, к вашему отношению к ценности, к собственной ценности, ну, вот, к ценности партнера и так далее. Это все довольно важный момент. Так. А, значит, вот вы пишите, познакомились с отличным мужчиной. А, ну, смотрите, какой вопрос здесь возникает? Что общего между вами и мужчиной? То есть, ну, хорошо, вы познакомились, как бы, с ним, да? Вот. На каких основаниях? То есть, я имею ввиду, ну, как вы с ним познакомились? То есть, вот, по поводу дела вы познакомились с ним. То есть, вот, именно дело, да, именно чего-то, чего-то общего между вами, например. Или, может быть, вы познакомились просто, потому что, вот, он вам понравился, да, и вы, соответственно, почувствовали к нему, вот, какое-то, ну, влечение. Это, мне кажется, достаточно важный момент, на который нужно обратить внимание. Как изначально вами воспринимался и воспринимается человек. Дальше. Звязались отношения. Опять же, что это значит? Звязались отношения. Ну, лично, для меня, например, это, правда, не значит ничего. Вот. Вы решили нажать отношения, вы совершили какие-то шаги, ну, вот, в этом, наверное, направлении. Ну, вот. Какие это были шаги? Что вы чувствовали, при этом. Вот. Ну, я имею в виду, когда так вот действовали, с таким образом действовали. Я думаю, я думаю, что какие-то переживания и чувства, очевидно, у вас были, но какие. Мне кажется, это важный момент. Вы же пишите просто, что завязались отношения. Нет. Это личная ответственность, как и каждого из вас, двоих. Он, в материальном плане, намного выше меня. Я, честно говоря, к таким не привыкла. Чем-то у вас проблем в жизни общалась с менее материальным обеспечением и даже ниже своего уровня. Во-первых, из какого чувства вы общались с такими людьми? Это первое. Второе. Для чего общались? И третье. Как себя ощущали? Я понимаю, что это не главное, но все-таки чувство себя с ним снизу. Ну, вы понимаете, что это не главное, а какое-то переживание, какой-то внутренний конфликт вызывает у вас скованность и стеснение. Вот. Мне кажется, что, возможно, возможно, легче было бы, если бы вы признали, что вам что-то важно, то был бы неплохой, как мне кажется, шаг в сторону, ну, знаете, шаг в сторону лучшего понимания себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.